Каждый день Артуру приходит на работу с улыбкой. Уже 20 лет он работает помощником в этом доме престарелых в шведском Гетеборге. В его функции входит уход за пациентами с болезнью Альцгеймера. Тяжелый труд, часто приводящий младший медперсонал к эмоциональному выгоранию. Однако в прошлом году жизнь Артура поменялась. Он стал одним из участников эксперимента по перепланировке рабочего времени. Я больше не чувствую того прежнего стресса. Я познакомился с другими коллегами. Мы помогаем друг другу, чтобы лучше спланировать день. Трудимся с радостью. Дома у меня маленькие дети. Я отец-одиночка. И теперь мне не надо спешить, чтобы забирать их из школы. Все стало как-то спокойнее. Думаю, я выиграл и как отец, и как профессионал стал лучше. Для 82 медсестер и сиделок в этом заведении рабочий день сократился с 8 до 6 часов, а зарплата осталась прежней. Программа находится под контролем муниципалитета Гетеборга. Директор дома престарелых отмечает положительные сдвиги. Общая атмосфера стала более расслабленной. Здесь много пациентов со старческой деменцией. Раньше, чувствуя наш стресс, они тоже волновались. А теперь становятся спокойнее. К тому же мы наняли дополнительный персонал, открыли несколько вакансий. Мои сотрудники берут значительно меньше больничных. Гетеборг, второй по величине, шведский город. Он также один из лидеров по количеству больничных листов. Введение короткого рабочего дня стало попыткой положить конец этой тенденции. Однако у этой проблемы есть и глубокий политический подтекст. Удачный, по мнению многих, эксперимент в доме престарелых инициировали левые, в прошлом представлявшие большинство в местной администрации. Эксперимент должен завершиться зимой. Продолжать его не стоит. И тем более не стоит распространять эксперимент на другие города, считает заместитель мэра, лидер нового правого большинства в муниципалитете. Мы отвечаем за 53 тысячи работников Гетеборга. Если мы позволим всем и каждому работать по 6 часов в день, продолжая платить как за 8-часовой день... Простая арифметика, правда? А еще со временем возникнет необходимость нанимать больше персонала. Если мы станем платить людям ни за что, у нас не будет денег. И как тогда брать новых людей? И вообще нам нужно больше рабочих рук. Считаю даже, что нам необходимо работать дольше. С начала эксперимента мэрии действительно пришлось потратить из бюджета на 20% больше, признает Даниэль Бернман, заместитель мэра и руководитель левой партии в городском совете. Но он говорит, что выгоды появятся в долгосрочной перспективе. В общем экономическом контексте мы создаем новые рабочие места. У нас стало меньше пропусков по состоянию здоровья, удалось повысить качество обслуживания в доме для престарелых. С учетом этого получается, что расходы наши снизились почти наполовину. Наш эксперимент – естественный шаг к улучшению рабочей среды, к обеспечению большей устойчивости рынка труда, когда люди работают на своих местах дольше и чувствуют себя лучше, чем сейчас. Уменьшение продолжительности рабочего дня может быть выгодным и в краткосрочной перспективе. Именно к такому выводу пришли в этой автосервисной фирме за 15 лет опытов с модификацией продолжительности смен. Из 120 сотрудников штата, 35, занятые самым тяжелым трудом, перешли на 6-часовой рабочий день без уменьшения зарплаты. Мы начали в 2002-м. Тогда у нас были огромные очереди клиентов, и мы хотели сократить время ожидания. Мы удвоили количество персонала, мастерских, и наши продажи и доходы выросли. Еще мы оптимизировали часы работы центра, получив больше клиентов. Эта ситуация благоприятна и для компаний, и для клиентов. За первый год продажи выросли на 25% и с тех пор остаются высокими. Расходы на новые вакансии были быстро покрыты, а лучшие работники даже получают премии. Участники этого эксперимента полностью удовлетворены. Думаю, что работая по 6 часов, мы продуктивнее, чем с прежним 8-часовым режимом. Нам удается выполнить тот же объем работы. При этом у меня появилось свободное время. Я могу заниматься спортом, могу ходить по магазинам, ведь в 3 часа я уже дома. Все, мой рабочий день закончился. Это очень хорошо. Я бы не хотел возвращаться к 8-часовому ритму даже за большую зарплату. Лучше работать по 6 часов, если есть такая возможность. Мы направляемся в университетскую больницу Гетеборга, отделение ортопедической хирургии. Высокая ответственность и частые больничные у медперсонала. Руководство решило сократить смены полтора года назад. Нашу встречу едва не отменили. Здесь короткий рабочий день, но очень интенсивный. Вся команда просто сбивается с ног. В отделении занимаются примерно 40 пациентами ежедневно. Здесь 7 операционных. С сокращением рабочих графиков в больнице понадобился дополнительный персонал. Сегодня около 100 человек трудятся здесь в две смены. Мне сейчас легче, потому что у нас наконец-то полностью укомплектован штат. Раньше было немало медсестер на временных контрактах. Порой приходилось закрывать операционные. Теперь каждый оперблок работает ежедневно на 2,5 часа дольше. Поэтому это достаточно ощутимо увеличение общего рабочего времени. Количество платных операций выросло на 20% расходы на расширение штата. Окупится уже в следующем году, говорит руководство. А медсёстры уже сегодня признают, что чувствуют себя намного лучше. У меня появилось время на отдых и тренировки, которые просто необходимы, чтобы потом на работе не получать травм. Теперь нам не надо тратить время на написание отчётов для коллег. Отпала необходимость в обеденном перерыве. Ты отрабатываешь 6 часов и идёшь домой. Оптимизация рабочего времени, считают молодые профессионалы, отвечает веянием времени, одной из которых – жизнь работой не ограничивается. Сегодня молодёжь относится к своей работе не так, как относились к ней наши родители. Мы ведь теперь не считаем работу самым главным делом жизни. Хочется ещё чем-то заниматься в свободное время. Тем, что отражает нашу сущность. И это что-то больше, чем работа. Продолжение следует...